Полдень, кофе, бутерброд. На Болткоме разворот. Самые важные вопросы дня, самые актуальные гости в прямом эфире Радио Болтком. По рабочим дням в полдень. Участие слушателей обязательно. Разворот. У нас гости. Ребята, а это я ломаю дверь. Телефон прямого эфира Радио Болтком. 672 12 93 и 9. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа Разворот. Сегодня ее проведут Наталья Михайлова. Здравствуйте. Я Юлия Ножиковская. Помогает нам звукорежиссер Евгений Копейнов. В гостях у нас сегодня политолог Филипп Раевский. Здравствуйте. Здравствуйте. Поговорим мы сначала о референдуме в Шотландии. Может быть прокомментируете результаты. Напомню, что за суверенитет Шотландии высказались 45%, против независимости проголосовали 55% избирателей. Как вы считаете, предсказуем ли был вот этот результат? Я думаю, что была бы большая неожиданность, если бы больше 50% поддержали бы отъединение от Великобритании. Но если мы смотрим в какой-то перспективе 300 лет, пока Шотландия живет с Великобританией в объединенном королевстве, потому что это надо смотреть, рассматривать вот не в таких коротких категориях, а вот в этой 300-летней истории, я скажу так, что шотландцы победили в этом референдуме, потому что они наверняка получат больше автономии, они будут себя чувствовать более независимы, я думаю, что у них будет больше участия в переделе нефтяных денег, которые добывают нефть, которые добываются в Северное море. Я думаю, что шотландцы однозначно показали такой результат, что официальный Лондон сможет не считаться с таким результатом. И я сразу могу сказать, этим все еще и не закончится. Ну вот все-таки опросы буквально там и накануне показывали, что все-таки 50 на 50, и даже какие-то совсем последние опросы показывали, что даже больше 50 выскажутся за независимость. Почему все-таки не высказались? Может быть, там, скажем, какие-то шантаж какой-то со стороны Кэмерона, например, по поводу фунтов сыграл роль или еще что-то? Не, ну я думаю, что давление было достаточно большое, и все-таки я думаю, что тем же шотландцам, которые шли голосовать за независимость, было очень-очень смутное представление. А какая же будет жизнь после? И тогда вот ты заходишь в кабинку и думаешь, а может быть, все-таки не надо, может быть, останется по-старому. Потому что это очень-очень серьезное изменение было бы, шантаж, не то что шантаж, это бы ввело такой момент совершенно неясности, а что дальше, а как дальше? Но все-таки это, если у вас будет другая валюта, то есть точно вы совершенно не увидите фунт стерлингов? Нет, я не хотел бы согласиться, мы должны знать, что есть фунт, шотландский фунт, они по-другому и разрисованы, они сейчас в обороте, они просто один к одному с великобританским фунтом, но у них есть и свой фунт, и свой парламент. Но если мы смотрим, опять же, в исторических категориях, 20 лет, 30 лет назад никто не мог представить, что в Шотландии будет свой парламент. 12 лет назад они учредили у них свой парламент, и они уже тогда, это было, казалось, ух, это они получили такую автономию. Потому я думаю, что вопрос о независимости сам по себе он сейчас как бы решен. Но опять же, если мы смотрим в перспективы 300 лет, я не удивлюсь, что через лет 20-30 он может опять появиться на повестке дня в какой-то ситуации и опять дать возможность шотландцам высказать свое мнение. То есть вы думаете, что часть шотландцев, несмотря на какие-то, возможно, эмоции, эмоциональные заявления, желания, они все равно в последний момент проголосовали умом, разумом? Да, я думаю, что они умом и традицией, они все-таки настолько интегрированная часть Великобритании, и не надо забывать, что Шотландия – это самая богатая часть Великобритании. Да, конечно. И я думаю, что они, очень многие проголосовали, скажем так, кошельком. Но вот если бы все-таки проголосовали за независимость, Шотландия вышла бы из состава Евросоюза. Можно было ли говорить потом о выходе Великобритании из Евросоюза, ведь в Шотландии живут проевропейски настроенные люди? Тут вообще очень большой вопрос, что бы, откуда и куда бы уходило. И что, и куда, и потому что одно – это этот референдум Великобритании за выход из Евросоюза. И я думаю, что вот этот референдум с Шотландией, там одна из частей дебатов была, то, что Шотландии заинтересована быть в Евросоюзе, потому что они экономически сильные, и они хотят быть в Великобритании. И им, в общем, это более интересно, может быть, даже, чем все в Великобритании вместе. Но то, что они остались в Великобритании, это более-менее будет гарантировать то, что все-таки Великобритания тоже останется в Евросоюзе. Если бы Шотландия отъединилась в Великобритании, она бы должна была проходить через процесс вступления. А тут всегда ведь есть право вето. И тут, я думаю, оставшаяся Великобритания, то, что от нее осталось бы, они бы наверняка поставили бы целый ряд вето, пунктов, которые Шотландия не могла бы переступить. Ну, какие, например? Чем бы она могла пригрозить, допустим, что могло бы помешать Шотландии вступить в Евросоюз? Я думаю, было бы первое, что они бы их казнили бы на деньги. Это как всегда. Ну, в Англии это такой англосаксонский подход, что они судят по деньгам. И там бы сразу, я думаю, были бы вопросы о северной нефти. Потому что кто кому что принадлежит, кто инвестировал, кто добывал, кто строил эту индустрию, кто будет получать какие деньги от этой индустрии. Второе, все вопросы вокруг обороны. Посмотрите, как тяжело и чем было чревато то, что происходило в Крыму. Черноморские базы России на территории Украины. А там большая база атомных подводных лодок в Великобритании, в Шотландии, все на севере. Я думаю, эти вопросы, которые, я думаю, что через головную боль старались и не думать тех, которые в Лондоне находятся. И очень многие, я думаю, те, которые в Единбурге тоже. Не носит ли все-таки этот референдум, его итоги, некий такой опереточный характер, что все все-таки думали о том, что так и останется по большому счету. Но, тем не менее, вот всем пример, каким мирным путем можно, значит, вот достичь того или того. Попытаться. Прецедент, конечно, однозначно. Демократия самого высокого уровня. Представляете, ну, потому что то, что Лондон это позволил, то, что проголосовали на демократическом референдуме, и показатель был достаточно болезненный. Все-таки для Лондона 45% это, с этим надо считаться, ты никуда не можешь под ковьер сказать, а, это небольшая часть радикалных шотландцев. Это 45%, практически половина населения, явка 85%, тут тоже ничего не скажешь. Я думаю, что это, опять же, процесс поиска какого-то равновесия, нового равновесия власти и автономии, и этот передел будет продолжаться, потому что Лондон много и векселей выписывал насчет того, если Жотландия останется, так что, как им будет хорошо в Великобритании, я думаю, что их будут держать за язык, скажем так. У нас есть звонок, надевайте, пожалуйста, наушники. Слушаем вас, здравствуйте, пожалуйста. Алло, добрый день. Интересный вопрос-то какой. Вот Великобритания, она себя позиционирует вроде бы как членом Европейского Союза, но со своей очень интересной позицией, не всегда совпадающей вообще-то с развитием и перспективой развития Европейского Союза в будущем. И, естественно, со своей валютой и традицией. И вот, если бы Шотландия отделилась от Великобритании и осталась в Евросоюзе, и Англия была бы, Великобритания была бы приверженницей развития Евросоюза, ну, в перспективах там, в рамках Рисабонского договора, без разницы, отделился ты, значит, Шотландия от, значит, от центра или нет. То есть, все равно мы в одной семье европейской. Но здесь же совсем другой вопрос, понимаете? Все вот эти страны, которые себя позиционируют якобы как, значит, приверженцы развития федерализации, та же Испания, может быть, и Германия, они все время, вот в чем противоречие этого Европейского Союза, который, мне кажется, его и похоронит. Все равно они блюстители своих узконациональных экономических интересов. И поэтому вот эти все, вот сейчас будет в Испании, в Каталонии, там вообще 90% каталонцев согласны отделиться. Это будет лакмусовая бумажка. Вообще-то Евросоюз способен трансформироваться, вот позволяя себе такие, значит, начинания или нет. Если, значит, будет там жестко вот с каталонцами обойдутся, я думаю, на Евросоюз вообще крест можно поставить. Ну тут вообще, если смотрим так в абстрактных таких категориях, в системе той, которая выстроена Евросоюзом, если идет Евросоюз по пути федерализации, тогда получается в один момент, что национальное правительство, оно начинает терять свой вес. Потому что часть власти уходит в Евросоюз, а с другой стороны Евросоюз очень поощряет часть власти ухода вниз, то есть регионам, самоправлением, региональной власти. И в этой ситуации, конечно, можем говорить о том, что начнут терять и силу национальные границы. Но тут, конечно, вопрос, что будет происходить в Испании, ну и как они будут решать эту ситуацию. Но вот шотландский прецедент, он и есть то, что можно мирным путем это решать. Но ведь годами буквально, то есть это же очень долго все происходило, движение к независимости. А это не может быть быстрый процесс, это не та ситуация, когда приезжают зеленые человечек и давайте проголосуем. Они голосуют 90% за и отделяется и откусывается кусок. Нет, это нормальная дискуссия, она годами и происходит, чтобы общество поняло, о чем же фильм. И тогда можно проголосовать, когда все понимают и принимают осознанное решение. Вот то, что произошло в Шотландии, 85% явка показывает то, что это было осознанное решение шотландцев. Как вы считаете, после ухода в отставку главы правительства Шотландии, мнение людей изменится? Они будут все равно стремиться к независимости? Ведь он был главным инициатором этого референдума. Ну, тут мы должны понять систему демократии Великобритании. Вы должны понимать, что, например, парламент Великобритании никогда не голосует за правительство. Они кончают выборы, они узнают, сколько у кого мандатов, и тогда ясно. Никто не просит, давайте проголосуем. А может быть мы перекупим несколько мандатов у вас. Они видят результаты выборов, и те, которых меньше, они говорят, мы понимаем результаты. И те, которые имеют большинство, понимают, что их председатель партии становится главой правительства. И это ситуация то, что глава правительства Шотландии, он был один из лидеров вот этой всей компании, он ушел в отставку. Это нормально, потому что он видит, что его идея не имела большинства поддержки, и потому он ушел в отставку. Это ничего не значит, что он уходит из политики. Это не значит, что он потерял популярность, но это нормально по их системе, что он понимает свою неудачу, и он уходит, дает возможность другому. Но нигде не написано, что он в следующей каденции опять не появится. И наверняка он из политики не уходит, потому что у него огромный политический потенциал. Представляете, он имеет 45% поддержку. Латгалия могла бы, например, в какой-нибудь там перспективе, допустим, пойти тем же путем? Или у нас совершенно другая ситуация? Я думаю, у нас, во-первых, мы должны помнить, 300 лет назад Великобритания, когда Шотландия присоединилась, был подписан договор. Как они подписывали договор, мы сами понимаем, 300 лет назад была немножко другая ситуация. Там были короли, и там были совсем другие принципы политики, и там очень много влияла сила военная. Наличие вежливых и зеленых человечек. Ну, не то, что зеленых, но там люди заходили. Кого времени? Да, того времени. Там даже, по-моему, никто не утруждал себя зеленым человеком. Приходил и говорил, или я тебя сожгу. И вот это есть то, что это Великобритания, объединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии. Это полное название этого государства. У нас не объединенное королевство. У нас не федерация Латвии. У нас Латвия создана такая, как она есть. У нас нет такой системы федерализации. Тут потому очень трудно об этом судить. Во-первых, что такое Латгалия по границам. Там границы могут по-разному плавать. Во-вторых, при создании Латвии у нас нет не только Латгалии, у нас нет и так далее, и Курзам, и Видзам, и Земгала. И это все в Конституции расписано. Я думаю, в этой ситуации было бы очень и очень трудно, затруднительно, юридически адекватно привести такое в референдум. Ну, а при, скажем, содействии, скажем, со стороны, при внешнем воздействии, допустим, при каком-то определенной работе целенаправленной и так далее. В 40-м году был референдум, мы присоединились при определенном внешнем воздействии. Мы все, ну, не мы, а наши. Я имею в виду, что если... В 40-м году проголосовали, что надо присоединиться к Советскому Союзу. Нет, ну, если внешнее воздействие настолько сильное, не то можно проголосовать. Нет, ну, я больше, наверное, говорю о какой-то мягкой власти, вот мягкой силе, о которой говорили тоже довольно, ну, продолжительное время уже. О воздействии, о таком, ну, скажем, обработке какой-то населения, информационного воздействия и так далее. Пока что не было ни одного, ни одного, если мы смотрим, вот этот вопрос был на повестке дня на прошлых муниципальных выборах. И эта идея имела поддержку 0,01% в виде избирателей, которые проголосовали за партию, которые это продвигали, что показывает, что там нету даже, там даже не тепло, там совсем холодно. Нам сейчас надо прерваться на новости и рекламу. Продолжим. Нас в гостях сегодня политолог Филипп Раевский. Не переключайтесь. На Болткоме разворот. Мы продолжаем разворот. В студии Юлиана Жуковская, я, Наталья Михайлова, и наш гость сегодня Филипп Раевский. Политолог, звоните нам, пожалуйста, 672-12-939 и 672-13-939. Давайте, может быть, переключимся на Латвию, поговорим о выборах. Скоро уже выбор состоится в Сейм. Скажите, как вы оцениваете предвыборную кампанию партии? Многие говорят, что она вялая в этом году, и ничего конкретного от партии, никаких обещаний мы не слышим и не видим. Ну, тут опять две части предвыборной кампании. Если мы смотрим предвыборную кампанию правящих партий, там точно особо не услышишь ничего. И если почитать программы, они достаточно пространные такие, которые никакие обязательства не накладывают на партию, которая программу расписала. Если мы говорим о втором уровне, тем, которые хотят попасть в парламент или те, которые там на границе где-то, те, конечно, больше обещают, более конкретно. Но там другая проблема, им еще надо пересечь 5-процентный барьер. Ну, я думаю, что, опять же, расчет тех, которые у власти, они рассчитывают на то, что люди поверят тому, что вот ничего не изменится, и так и проголосуют за них. Потому что есть этот тезис предвыборный, не выкидывайте свой голос, голосуйте вот за нас, те, которые мы есть, и все, ничего не будет меняться. Но будет ли это сработать, этот механизм, я думаю, и я надеюсь, что нет. Потому что это очень негативно будет влиять, есть никаких изменений не будет, это очень негативно будет влиять на развитие государства в следующей части. Очень активно как-то пугают друг друга низкой явкой. Если вот вы не явитесь, значит, тогда голоса уйдут тому-то или тому-то, в зависимости от того, кто пугает. Я не согласен насчет низкой явки, потому что у нас первый раз парламентский выбор будет с предвыборами, три дня до этого уже можно будет голосовать. И я думаю, что это будет гарантом достаточно высокой явки, потому что, в отличие от Европарламента, можно будет проголосовать со своим паспортом в любом месте. То есть, ты не привязан к участку, и это дает, опять же, еще один момент, это свобода, что люди смогут реально, не утруждая себя, все-таки выполнить свой гражданский долг. Как вы считаете, какие новые лица могут появиться в правительстве? Ну, я не знаю про правительство, но, в первую очередь, мы смотрим на парламент. Если мы смотрим три года назад, парламент изменился на 60%, было 60 новых политиков появилось. Я думаю, что, ну, это были не очередные выборы, это другая немножко ситуация, но в среднем в Латвии по выборам меняется от 60 до 40, или от 40 до 60% лиц каждые выборы. Я думаю, что сейчас эти изменения, опять же, такие будут. Тут очень много будет зависеть от того, кто попадет в парламент, и, в конце концов, какое количество голосов соберет нынешняя коалиция. Потому что, помнишь, нынешняя коалиция состоит из четырех партий, а не из трех, как себя преподносят. То есть, кто-то из этих партий, или они все в троем месте, должны поглотить то количество мандатов, которое было у партий Заттлерса. То есть, собрать столько дополнительно голосов, чтобы компенсировать, и можно было жить вот как они сейчас живут дальше. Это, я думаю, достаточно большая утопия. Это очень большое количество голосов, и никто из них не показывает вот такие мускулы и такие способности так радикально изменить свои позиции. И из-за того, что предвыборная кампания тоже достаточно вялая, но она вялая из-за того, что, опять же, закон поменяли. Но, опять же, это еще одна предпосылка, что должны быть сюрпризы в следующей коалиции. То есть, я боюсь, что нынешняя тройка не сможет собрать 51%. А кто им поможет, скажем так? Ну, вот тут, это, я думаю, вопрос на один миллион долларов. Значит, там возможности. У кого хорошие шансы? Судрова имеет шанс, хороший перейти в 5% барьер. Тут говорят, еще кто-то может. Я не знаю, я смотрел новости. Это или, наверное, регионалы, или Русский Союз. Хотя Русский Союз, мне не верится, у них при хорошей явке, у них такой электорат, что он не эластичный. То есть, он не будет расти при увеличении явки. У них он более статичный. Ну и с Аскани. Но вот на этом латвийской стороне, вот если это будет, кто будет держатель золотой карты, скажем так? Будет ли это держатель, Судрова будет ли держатель золотой карты? Или еще кто-то, кто пройдет и пересечет 5% барьер? Вот это будет самый интересный момент и самый интересный сюрприз. В последнее время вот именно со стороны партии Судрова и ее представителей зазвучали какие-то более-менее конкретные такие вот заявления, которые, мне кажется, играют и в том числе на латышский именно электорат. Про школы, про те же, ну там и так далее, да? Скажу честно, читал их программу, от а до я прочитал. И скажу, что люди, которые писали программу, знают толку в этом. Не могу сказать особо большой критики. Это то, что я подразумевал, что новопришедшие, они дают более четкую, более понятную, более исполнимую. Хотя бы, ну, в таком чисто воображении. Ну, что это, так что ты читаешь, и ты можешь вообразить, как это можно исполнить, как это может реализоваться в жизни. А не то, что вот мы улучшим. И ты ничего не понимаешь, а как, а чем, зачем, за сколько или что. Насколько я помню, Судорова сама всегда критиковала такие расплывчатые программы. Возможно, она и настаивала на том, чтобы именно это выглядело как-то, вот как можно прощупать. Возможно, возможно. Но это будет, я говорю, у тех, у которых более четкая программа, их всегда будут большие проблемы. Потому что, если их приглашают или они создают коалицию правящую, то есть, тогда вот эти четкие вещи должны мигрировать из программы дальше в... В жизни. Не в жизнь. Сперва надо подклассить документы. Всех, всех надо сначала уговорить. Государственной декларации, правительственной декларации, чтобы все подписались. И там вот эти компромиссы, они всегда очень болезненны. Сейчас звонок примем у нас в гостях. Филипп Раевский, пожалуйста, слушаем. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, вот всегда есть такое желание задать вопрос кому-то из лидеров партии «Единство». А вот, как бы, ну, вопрос, так скажем, будет звучать заочно к этим лидерам. А скажите, вот название вашей партии «Единство». Оно от чего отличает «Единство» кого с кем? Ведь если посмотреть на деятельность этой правящей партии, то она и есть правящая партия «Единство». Под их чутким руководством мы, извините, влипли в этот, в открытый рынок электроэнергии, после чего резко подскочит цены на электричество мне, жителю, гражданину Латвии. Это надо? Под вашим чутким руководством, извините, мы закупаем хлам, вооружение бесполезное, причем отдали туда 50 миллионов евро. И в то же время я слышу от госпожи, министра образования, госпожи Бровита, что на развитие латышского языка, который, по их же признанию, является вымирающим, исчезающим, у них нет денег на открытие, дополнительных денег на открытие дополнительных бесплатных курсов изучения и развития латышского языка. Это как понимать? Эта правящая партия заявляет, что у них нет денег на спасение своего же языка? Да, спасибо вам за вопрос, заочный, да, мы постараемся его переадресовать представителям единства, когда они будут, ну, а Филипп Раевский, в свою очередь, может прокомментировать. Нет, ну, тут можно согласиться. Единство – борьба противоположностей. Да, но с образованием у единства большая проблема у них, они вот в этой сфере очень долго активничают, как политическая партия, а результата как нету, так и нету, и, в общем, неудовлетворение к очень высокому уровню. Что я хотел бы отметить, слушатели, что интересно, исторически, мы видели в прошлый месяц рейтинги по актуальным проблемам, которые актуальны жителям Латвии. В первый раз за много-много лет первое место потеряла проблема пенсии и пособий, а на первое место вышло здравоохранение. И в этой ситуации меня удивляет единство, как правящая партия, она очень тихая на эту тему. То есть общество высказало свое желание, что должно быть приоритетом, а в ответ тишина. Вот сейчас последние опросы показывают, что рейтинги единства и согласия сравнялись. Можно ли доверять этим рейтингам сейчас? Я думаю, что более или менее да. Почему бы нет? Там плюс-минус. Мы должны понимать, что есть статистическая погрешность. Она где-то может быть от 1,5 до 2,5%. Это зависит от того, какая методология использована. Но это такой большой роли не играет при таких цифрах. Я думаю, что там особо у одного 15%, у другого 16%. Или еще хуже, когда идет речь у одного 15% и 0,2%, у другого 15% и 0,8%. И это тогда акцент, что вот те на первом месте. Это не так. Это надо смотреть немножко по-другому. Я бы расценивал на более осторожном. Скажите, а видите ли вы кого-нибудь из политиков и ветеранов своими нового созыва? Да, салит Аббулдин. В единстве много ветеранов. Но если вы задаете вопрос о премьерах-министрах, партии премьер-министров, нет. У них нет шансов, по-вашему, да? По-моему, нет. Ну, а почему, скажем так, созвездие таких ярких личностей, каждый по себе известен и так далее? Что помешает? Отсутствие чего? Тут вопрос... Приналичие чего? Я думаю, вопрос спроса со стороны избирателя. Избиратель все-таки у нас становится все умнее и умнее. Опыт набирается. И каждый выбор, они становятся намного сложнее. И тут просто то, что они яркие личности, ничего не значит еще. Вот, как мне один политик сказал в свое время, предвыборная кампания делится на три периода. Битва – это первый период, второй – Сеча, ну, тоже битва, но в таком уже более ожесточенном варианте. И третий – Мочилова. Ну, извините за жаргоном, так выразился. Вот, учитывая отчет Дэлны о том, что у половины кандидатов проблемы с репутацией, вот как вы видите себе вот этот третий период? Ну, тут скажем одно, что у Дэлны мнение Дэлны и мнение общества, они совершенно не одинаковые. И тут, я думаю, общество более либерально подходит. Но если мы говорим о стадии кампании, сейчас пошло Мочилова. И то, что появляются вот эти поездки в Грузию, где идет передел банка. И все эти наезды, кто куда, с кем летал, на каких самолетах – это все, это уже вот и есть самое натуральное Мочилово. То есть, оно уже будет продолжаться, вот эти последние длинницы. Да, я думаю, тут будут все дальше, чтобы все интереснее теории, все интереснее данные. Но тут надо всегда, опять же, расценивать очень осторожно и не брать все за чистую монету. Звонок у нас, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Мне очень приятно, что вернулась с отпуска мадам Наталья Михайловна. Мне очень прекрасно нравится ее голос. И, во-вторых, мне очень приятно слушать господина Раевска. И когда он выступает, я всегда слушаю. Очень приятные вы люди. Спасибо вам. Да. Вот так мы на комплимент нарвались. Спасибо, да. Нам тоже приятно, что вы нас слушаете. Спасибо. Еще, пожалуйста, звонок сразу. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Господин Раевский. Вот эта последняя избирательная кампания, она, конечно, самая, как бы, даже можно назвать ее жалкой. И я бы хотела вас спросить вот о чем. Дело в том, что вы настолько сильный профессионал в своей сфере. Может быть, вы отмечали или нет такую странную тенденцию, что избиратели, вот мы, вот избиратели, мы полностью как бы отключены от реальности. Какого плана наша жизнь зависит от постоянных платежей за наши вот жилища, от инфраструктуры как таковой. Но ни одна партия не понимает никакой проблемы в этом отношении в том, что вот сегодняшний день от чего нас зависит. И при этом эти партии, я не говорю конкретно, но они очень хорошо вдят, что касается источников энергии, доходов от этих источников, доходов от инфраструктуры. Одним словом, такой вот пропасть, разрыв, может быть, в эту пропасть и пропадает наша лакция. Спасибо. Нет, тут можно согласиться, потому что те вопросы, которые актуальны, которые, уважаемая слушательница, назвала, это, они сложно решаются. А вопросы остальные, там более просто это можно, одним законом, скажем так, или розчерком пера, переделить доходы с определенных позиций. Но я думаю, что, во-первых, то, почему предвыборная компания сейчас выглядит менее видимой или более вяло, это тут два основных фактора. Один фактор, у нас пять предвыборных компаний, а не одна. То есть в каждом округе своя предвыборная компания. То, что вы не видите, то, что происходит в Латгале, это не значит, что в Латгале ничего не происходит. То, что вам кажется, что в Риге ничего не происходит, это значит плохая предвыборная компания, но в одном округе. Второй момент, все-таки то, что телереклама запрещена месяц до выборов, это, конечно, влияет однозначно. И я думаю, что это больше всего влияет точно на Ригу, которая более подлежит влиянию телевидения. А в регионах это можно компенсировать, в Риге это намного сложнее. Давайте, может быть, еще поговорим про продажу банка Цитаделла. Как вы оцениваете ту последнюю прозвучавшую сумму, 63 миллиона евро, это реально та сумма, за которую следовало продавать банк? Тут несколько есть моментов, которые надо учитывать. Но наше государство никогда ничего не продавало выгодно, когда все было конфиденциально. То есть выгодно для государства имеется. Ну, для нас, налогоплательщиков. В государстве есть это мы. То есть кому-то это выгодно. У государства денег нет, как говорил Черчилль. У государства нет денег. И не может быть. Это наши деньги, налогоплательщиков. И в этой ситуации, если две недели до выборов никто себе не подвешивает ни медали, ни погоны за удачную сделку, как вы думаете, выгодна ли сделка эта для государства и для нас? Ну, мы-то как раз так и думаем. Вот так и вот я с вами согласен, что это, я думаю, невыгодно. Если мы сравниваем эти цифры с теми цифрами, которые были внесены, чтобы эту проблему с парексом решать, тогда эти цифры совершенно будут несоотносимы. И я думаю, что никто нам особо не сможет объяснить. Второе. Никто нам так и не смог объяснить, есть ли другие образы, как решать этот вопрос. Может, не надо было продавать 75%, может, были какие-то другие методы. Но опять же, там договор, опять же, конфиденциальный. И что интересно, почему-то все всегда отзываются, что наше правительство это удерживает конфиденциальным, а никто другой. Потому что совершенно случайно, но 4 месяца назад, премьер-министр Голландии достаточно открыто об этом говорил в Блумберге, о том, что происходит с цитаделем. И он может это говорить. Никакой конфиденциальности. А мы не должны знать. А вот премьер-министр Голландии и голландские налогоплательщики должны знать. Это показывает асимметричность ситуации. Что это показывает? Отношение власти к избирателям или как? Отношение власти к обществу. Но и тем не менее, я вот готова поспорить, что призыв, скажем, Нила Ушакова выйти на улицу в пикет против этого продажи, он бы, наверное, вряд ли бы вот так нашел серьезный отклик в сердцах. Нет. А почему нам так все равно тогда? За сколько правительство продало наш банк? Нет, вот я думаю, что самое интересное, я думаю, что это повлияет на результаты выборов. Это должно повлиять. Потому что такие вещи, они не уходят. Быть следно, они всегда в Латвии, это рода решений, они всегда были, оставили след в политике. Вы имеете в виду, что мы кого-то недосчитаемся в единстве? Мы можем кого-то недосчитаться. Это какие-то серьезные локомотивы партии? Это могут быть и серьезные локомотивы, потому что я думаю, что единство само вот эту всю проблему не до конца расценивает адекватно. Есть звонок, еще, пожалуйста, надевайте наушники, слушаем вас. Здравствуйте. Можно по согласию получить ваши комментарии? Дело в чем, что получил агитку по визу, третьим номером идет господин Личканс, четвертым номером господин Адамс. Дикость какая-то вот для меня, когда я смотрю, как в рекламном ролике идет Ушаков памятник Победы, и что-то говорит, что рядом с ним бы стоял Личканс, допустим, да? Вот. И что-то происходит в этой партии, а я не могу понять, что, и никто не может объяснить, хотя я все время голосовал за них, да, в общем-то. И мне вот, может, вы что-нибудь в этом деле поймете, поскольку, как я понимаю, она превращается, вот как я понимаю, в рижскую партию, чисто в рижскую партию для того, чтобы поддержать то, что сейчас происходит. Ну, в Риге там хорошо, плохо, по моим понятиям хорошо, но защита Риги идет. Ну, тут совершенно, я постараюсь так просто объяснить, значит, партии – центр согласия в свое время, то, что теперь согласие называется, она создавала все-таки этнически ориентированная партия, то есть партия русскоязычных. Она консолидировала вокруг себя русскоязычный избиратель, и достаточно четко ее результаты отображали предпочтение русскоязычного избирателя. Там цифры очень соответствуют. То, что происходит на эти выборы – это желание изменить вот эту ситуацию, и из русскоязычной партии сделать социал-демократическую партию без этнического акцента. То есть, и это меняется двумя образами. Один – это программа составляется такого рода, которая больше ориентирована на социально-экономические моменты, социал-демократические, и другое – это изменение списка. То есть, всегда было мнение, что вот в русскоязычной партии, или партии для русскоязычных, что там будут вычеркивать латышские фамилии. Ну вот, они создали список, где, по-моему, 50% чуть ли не латышских фамилий, очень трудно вычеркнуть. Ну, это большой эксперимент. Человек, который звонил, он один из избирателей. Он как раз всегда подчеркивает, что он не избиратель этой партии. Это я так исторически знаю. Ну, хорошо. Говорим о любом избирателе. Вопрос, услышал ли избиратель этой партии вот этот призыв меняться и становиться социал-демократами, и согласен ли он с этим призывом, который ему дает партия, за которую он голосовал. А русский избиратель не вычеркнет латышские фамилии? По-моему, это не будет такой большой проблемой. Прошлые выборы показали, что это не так страшно. То есть, латышский избиратель вычеркивает русские фамилии, а русский избиратель не вычеркивает латышские. А почему? Я не знаю. Я не знаю, но я думаю, что... Я скажу так. Я думаю, что никуда далеко эти партии от этнического голосования не уйдут. Не верю я этому. И я думаю, что это очень-очень рискованный шаг, который в большой степени сейчас Нил Ушаков, как кандидат в премьеры, старается немножко идти обратно. Он как бы далеко ушел вперед с этими социал-демократической программой, а сейчас отступает назад. Во-первых, он сам кандидат в премьеры, человек, который соединяет согласие и центр согласия. Вот эти две, ну, так чисто идеологические. И второе, то, что он поехал в Москву и встретился на таком высоком уровне, это сигнал избирателям, не забывайте, кто мы. И мы не меняемся, мы все-таки те самые, голосуйте за нас. Спасибо. С нами сегодня в развороте был Филипп Раевский. Провели развороты Юлия Нужуковская. Наталья Михайлова. Спасибо всем. До свидания. До свидания.